Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Расскажите, пожалуйста, об ЭПИД ситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители республики Саха-Якутия. На 1 декабря 2020 года на территории республики, по данным управления Роспотребнадзора, зафиксировано 216 новых случаев коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что в столице нашей республики, в городе Якутске, зарегистрировано 114 случаев. Большое количество случаев зарегистрировано в до 10 случаев в Мернинском и Нюрингринских районах. Также необходимо обратить внимание на достаточно высокий уровень зарегистрированных случаев в Алданском, Чуропчинском, Нюрбинском и Оленюкских районах. Работа по Оленюкскому району продолжается по одному из отдаленных населенных пунктов. По Нюрбинскому району это семейные контакты, по Чуропчинскому району это также семейные контакты. По Мерному Нюрингрю и Алданскому району в большинстве это контакты, которые связаны с корпоративными встречами людей. И соответствующие меры относительно руководителей, допустившие подобного рода ситуации, будут приняты Министерством трудов Республики Саха-Якутия. От одного до пяти случаев зарегистрированы еще в 19 районах Республики. Необходимо обратить внимание, что за последние сутки лабораториями Республики сделано 1764 исследования на коронавирусную инфекцию. Это те исследования, которые производятся методом ПЦР. На настоящий момент также коронавирус выявляется на территории Республики, особенно в арктических районах, методами ИХА и ИФА. Что, соответственно, позволяет нам на настоящий момент и в том числе достигать и более быструю постановку подтверждения диагноза по новой коронавирусной инфекции. Говоря сегодня о ситуации, сложившейся на настоящий момент, необходимо обратить внимание, опять же, на тот факт, что главное сегодня для всех граждан Республики является соблюдение тех правил, которые установлены указом главы Республики Саха и Кутя, как связанные с самоизоляцией, так и с ограничениями, которые вызваны режимом повышенной готовности. На настоящий момент перед органами медицинскими, перед медицинскими учреждениями поставлена задача подготовка к вакцинации от коронавируса, которая будет проведена, планируется ее проведение в декабре месяце. И, соответственно, по этой вакцинации, как мы уже и говорили, первоначально эта вакцинация будет добровольной. Первоначально будет проведена она среди групп риска – это медицинских работников, органов социальной защиты, работников органов социальной защиты и граждан из групп риска в зависимости от логистики поставки, в том числе и от объемов поставки вакцин на территорию Республики. Так же, как и вся страна, мы готовимся в том числе все и к встрече и Нового года, и к проведению ряда праздников. Поэтому необходимо четко уже сегодня отслеживать и определять, и сверять свои планы, исходя из режима повышенной готовности.